Доброе утро, уважаемые коллеги. 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 Ткань непосредственно воздействует на нее различных видов энергии, передающиеся в зону интереса через интерстициальные аппликаторы, то есть устанавливаемые в опухоль через кожу с использованием методов лучевой визуализации. На сегодняшний момент несколько технологий существует. Принципиально они делятся на термические и нетермические. Термические делятся на гипертермические методы воздействия и гипотермические. Гипертермические – это лазерная абляция, ультразвуковая абляция, радиочастотная, микроволновая. А гипотермические – это только криабляция. К нетермическим методам относятся необратимая электропорация и интерстициально-фотодинамическая абляция. Клинически доступными технологиями у нас в стране являются гипертермические методы в виде РЧА и микроволновой абляции, популярность набирает сейчас криоабляция, а к нетермическим методам относится необратимая электропорация, которая в ряде центров тоже на сегодняшний момент доступна. Но вот такие три богатыря, которые воюют на сегодняшний момент в области интернационной радиологии, это, конечно, криоабляция, микроволновая абляция и РЧА. Преимущества микроволновой абляции. Создание больших зон поражения до 8 см одной антенны может создавать возможность лечения опухоли диаметром более 3 см, возможно полная деструкция опухоли, прилежащих сосудам, диаметр которых до 10 мм. То есть 1 см нет вот этого эффекта теплопотери, характерного для РЧА, не зависит от импеданса и теплопроводности тканей, то есть высокоэффективно в таких тканях, как кости, легкие, легочная ткань и так далее. Возможно, одновременно используя нескольких аппликаторов, небольшая продолжительность вмешательства. Есть и недостатки. Это достаточно большой диаметр аппликаторов, высокий риск повреждения смежных органов, вот этой мощной энергии температура при микроволновой абляции 250 градусов составляет громоздкие волноводы, плохая ультразвуковая визуализация зоны абляции после вмешательств и высокая цена антенн. Преимуществами криоабляции является возможность создания очень больших зон абляции, в том числе диаметром 10 см, 15 см, возможность лечения опухолей диаметром, соответственно, более 3 см, хорошая визуализация ледяного шара, как с помощью компьютерной томографии, так и с помощью МРТ, УЗИ и плоскодетекторной томографии. Хорошая визуализация зоны абляции после вмешательства, то есть мы можем сразу оценить эффект вмешательства по наличию или отсутствию края абляции, значительно меньше повреждает соединительной тканой структуры, с чем является более безопасной, чем гипертермические методы. По сути, криоабляция разрушает только клетки, которые лопаются, а соединительная ткань остается неповрежденной. Это огромный плюс. Не требует наркоза, меньше болезненность после проведения процедуры, но один из важных преимуществ криоабляции, который обсуждается в последнее время, это очень высокий иммуногенный эффект, вплоть до того, что иногда развивается криошок, такая вот мощная системная иммунная реакция организма. Ну и недостатки. Это высокая цена аппликаторов и газов, более высокий риск кровотечения после вмешательств, очень длительная процедура по сравнению с микроволновой абляцией, возможность криошока и чувствительность методики к эффекту теплоотведения. Ну вот мы в 2021 году опубликовали свои промежуточные результаты использования именно аргоногелевой криоабляции. Там было 253 пациента, 253 вмешательства. Это касается только криоабляции олигометастаза в печени. И вот здесь видно, что большая часть олигометастазов, конечно, как и во всем мире, это метастазы колоректального рака, попадались олигометастазы рака желудка, рака молочной железы, рака поджелудочной железы и меньше всего было меланом. То есть всего 5 процедур криоабляции было связано с криоабляцией олигометастазов меланома. Это, в общем-то, общая тенденция, но тем не менее мы должны помнить о том, что, во-первых, этих пациентов намного больше просто не все до нас доходят, а во-вторых, речь идет о потенциально курабельной операции. Поэтому если такие пациенты есть, конечно, им надо рассматривать возможность такого вмешательства. И вот пример. Это наш случай криоабляции метастаза в печени. В чем преимущество технологии, которую мы используем? То есть очень хорошая визуализация. Здесь представлено на первом слайде это опухоль. Потом мы можем в процессе процедуры визуализировать ледяной шар. После его оттаивания мы видим не только так называемый призрак опухоли, то есть погибшую опухоль, но и окружающую зону некроза в здоровой паренхемии печени. Обязательно отступать в здоровой паренхемии печени по аналогии с хирургией должна быть не менее 10 миллиметров. Так вот эта технология позволяет с высочайшей прецизионной точностью оценивать эффективность процедуры при необходимости выполнять повторную криоабляцию, что, соответственно, гарантирует уничтожение всего пула клеток в конкретном метастазе. Здесь приведен пример криоабляции легких. Это тоже именно криоабляция легких сейчас наиболее перспективной считается, поскольку более безопасна по сравнению с микроволновой абляцией в отношении бронхоприворальных свящей, некоторых других осложнений. И здесь также мы имеем возможность визуализировать и саму опухоль, и ледяной шар, и зону абляции с высочайшей точностью. Ну и криоабляция метастатических поражений костей также никаких проблем на сегодняшний момент технических не составляет. Все это реально. Ну и вот отдаленные результаты. Наши результаты, конечно, трудно проанализировать, поэтому я привожу наибольшее исследование. Это клиника МИО. Их результатам, в общем-то, не доверять нет никаких оснований. Ну, у них, как видите, тоже пациентов не очень много. 33 было пациента, у них имелось 66 олигометастазов, при этом меланома кожи было 22 пациента и 11 олигометастазы меланомы сетчатки глаза. Метастазы локализовались в легких печени, костях и мягких тканей. Серьезных осложнений, процедуры не было. Медиана общей выживаемости в этой когорте пациента составила 3,8 года. Расчет на 4-летнюю выживаемость 44%. Медиана времени без прогрессирования 4,5 месяца. И расчет на однолетнюю выживаемость без прогрессирования 30%. Интересно, что выживаемость при меланоме кожи и сетчатке у этих пациентов была сопоставима. Теперь несколько слов о сопоставлении черезкожно-энергетической абляции и стереотоксической лучевой терапии. Да, стереотоксическая лучевая терапия очень эффективна при лечении опухоли олигометастазов головного мозга. Но если мы сравниваем с печенью, здесь, конечно, безусловно, она проигрывает. И вот я хотел привести, у нас такой был так называемый батл сравнение эффективности криобляции и стереотоксической лучевой терапии в лечении опухоли печени. Это было в 2018 году. Здесь вот я привел тогда, в общем-то, 16 аргументов, по которым черезкожная криобляция является более эффективной, чем стереотоксическая лучевая терапия. Основной посыл какой? То есть стрелять по мишени в тире, которая неподвижна, как опухоль, метастазы в голове проблем не составляет. Попробовать попасть в зайца, который бежит и петляет, очень сложно. Печень очень подвижный орган, поэтому именно фиксация аппликаторов непосредственно в опухоли является залогом эффективности лечения. В данном случае еще долгое время не будет конкурировать стереотоксическая лучевая терапия в лечении метастатических опухолей печени. Вот 16 аргументов, в общем-то, ни один не был оспорен до сих пор. Ну, ждем, может быть, что-то изменится. Итак, выбирая лечение олигометастазов печени, в первую очередь, конечно, стоит рассматривать не стереотоксическую лучевую терапию, а черезкожно-энергетическую абляцию. То, что касается трансартериальной химболизации, технологии значительно продвинулись по сравнению еще с десятилетней давности, потому что на сегодняшний момент мы используем ангиографы нового поколения с функцией плоскодетекторной компьютерной томографии. И, по сути, это стереотоксические системы, которые позволяют нам создавать уже 3D-изображения, 3D-модели сосудов, 3D-модели опухоли, и в этом виртуальном пространстве проводить химболизацию. Ну, так выглядит современная ангиография, то есть трехмерный массив данных, но здесь не меланома, а здесь гипоциллярный рак, суть не меняется. То есть мы можем визуализировать опухоль в трехмерном изображении, автоматически построить, сегментировать эти опухоли, построить питающую траекторию к питающим сосудам и выполнить суперселективную химболизацию. Это, безусловно, должно улучшать результаты лечения. А я хочу привести отдаленные результаты лечения именно метастаза в печени меланомы кожи. Опубликована она в 2015 году, но более свежих не было результатов, хотя группа авторов очень серьезная, и не доверять им нет никаких оснований. Собственно, 42 пациента было, и метастазы были неизолированы, то есть это тот был случай liver dominant disease, то есть преобладающий поражение печени. Я подчеркиваю, что это не окулярная меланома. Об окулярной меланоме мы отдельно надо говорить. Частичный ответ 40%, случаев стабилизации 47%, медиана общей выживаемости 7,7 месяцев, медиана времени до прогрессирования 6, и уровень ЛДГ, число вне печеночных метастазов и ответ на терапию были значимы предикторами общей выживаемости. При ответе на лечение пациенты имели значительно большую общую выживаемость, чем пациенты с стабилизацией или прогрессированием. Практически в два раза отличалась общая выживаемость 14 месяцев против 7 месяцев пациентов с прогрессированием. Авторы сделали вывод, что химизация может быть эффективной альтернативой лечению отдельных пациентов с метастазами меланомы кожи в печень после прогрессирования на системной терапии. Значительное повышение ЛДГ и множественные непеченочные метастазы являются предиктором неэффективности процедуры. Ну и несколько слов о черезкожно-изолированной инфузии конечности. Методика очень интересная, к сожалению, в нашей стране не развивается никак. Она была предложена в 1994 году Австралийским институтом лечения меланомы кожи, как изначальный метод лечения рецидивов меланомы конечности. В дальнейшем получила большую популярность в лечении меланомы интранзит. То есть это вариант локорегионного лечения, чисто рентгенохирургическая технология, которую, я считаю, надо развивать. Что такое черезкожно-изолированная инфузия конечности? Это низкопоточная классическая изолированная перфузия, выполняемая в условиях абсолютной гипоксии через артериальный венозный катетер небольшого диаметра. Выполняется в условиях сосудистой изоляции, позволяя в 10 раз повысить концентрацию химиопрепаратов в зоме интереса по сравнению с максимально переносимой системной дозой. Ну вот здесь сравнение перфузии и инфузии. На самом деле, я имею в виду гипертермической перфузии конечности, которая является хирургической технологией. На самом деле инфузия является менее, более безопасной, меньше намного осложнений, качество жизни пациентов практически не страдает. И это, я подчеркиваю, к сожалению, в нашей стране мало развивается, практически отсутствует технология. У нас был небольшой опыт, как это проводится. Вот метастазы, меланомы, интранзит. Сначала измеряется объем конечности, вот таким методом по Архимеду, по старинке, как говорится. Дальше катеризируется вена бедренная и артерия бедренная. Два доступа осуществляется. После этого кровь удаляется из конечности. Производится заполнение, сначала отмывание от крови и заполнение мелфоланом. 30 минут просто в ручном режиме циркулирует мелфолан в изолированной конечности. После этого вот происходит, убирается жгут и происходит реперфузия, восстановление кровотока. И вот в метаанализе, в большом метаанализе было показано, что изолированная инфузия конечности дает наибольшую среднюю медиану выживаемости среди пациента с меланомой интранзит даже по сравнению с ампутацией конечностей. Ну и все, последний слайд. Выводы. Черезкожно-энергетическая абляция имеет сопоставимые с хирургией отдаленные результаты лечения олигометастазов меланомы кожи. Трансартериальная химилизация метастазов меланомы кожи в печени приводит к увеличению общей продолжительности жизни пациентов, ответивших на лечение. Черезкожно-изолированная инфузия конечности значительно улучшает безрецидивную выживаемость пациентов при меланомии интранзит. И перспективно представляется использование локорегиональной терапии в первую очередь конечно же к реабляции в сочетании с иммунотерапией в лечении олигометастазовической меланомы кожи. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за доклад. Уважаемые коллеги, у кого есть вопросы, Павла Сеевичу. Пожалуйста, микрофон. Спасибо огромное. Дело в том, что персонализация каждого конкретного пациента с такими вещами это большое дело. У меня два практических момента, вернее два вопроса практических. Первый. До какого размера можно проводить радиочастотную абляцию, криабляцию? И допустим, если мы говорим ольгометастаз, или там два метастаза в одной доле, в двух, вот этот критерий. И второй вопрос. Чем вы насыщаете сферы при трансэнтернеральной мембилизации метастазов меланомы? Спасибо. Да, большое спасибо за вопрос. Ну, на самом деле для РЧа ограничение по размерам от 3 сантиметра, микроволновая абляция пока такой же считается ограничение. Ну, возможно, выйдет до 4 сантиметров. То, что касается криабляции, я уже сказал, что мы можем поставить большое число криозондов, поэтому мы в своей практике 5-6 сантиметров метастатические узлы можно пролечивать с краем абляции в сантиметр. То есть, в принципе, 24 криозонда дают размер где-то 20 сантиметров ледяного шара, поэтому это технически осуществимо. Поэтому именно криабляция – это единственная технология, которая по факту не имеет таких больших ограничений, не ограничивается 3 сантиметрами, скажем так. И касательно химиоэмболизации, ну, лекарственные сантиметрами микросферами, в принципе, у нас в стране практически всегда используем доксорубицин или НТК, но в данном случае более оправдан доксорубицин, на мой взгляд. Спасибо большое, Павел Васильевич. У меня вопрос, мне на самом деле даже молнией ударило, когда мы подняли опять вопрос изолированной региональной перфузии и инфузии. У нас есть действительно очень большой опыт изолированной перфузии. Первый в стране начал выполнять эту процедуру мой учитель Георгий Иванович Гавтон. И, пользуясь опытом наших голландских коллег и Гермонда, в настоящее время мы всегда с большим скепсисом, с учетом тех возможностей системной терапии меланомы, относимся к изолированной региональной перфузии. За последние, наверное, пять лет мы не сделали ни одной перфузии, обладая полной технической базой для этой процедуры. И мне кажется, было бы очень громко говорить, что она требует дальнейшего изучения. С учетом, что системная терапия идет вперед, и применение мелфолана при инфузии и перфузии, принципиально это подход тот же самый, что инфузия, что перфузия. Технически разные процедуры. Было бы очень неправомощно в настоящее время. Это, скорее, даже не вопрос, а комментарий, потому что бы мы исследовали одним путем в нашем мероприятии. Или же есть другое мнение? У вас, Павел Васильевич, или мы основываемся на данных мировой литературы или, собственно, опытом? Да, ну я вроде показал там отличие. Дело в том, что гипертермическая химиоперфузия, хирургическая технология, которая, основная ее проблема, это большая утечка мелфолана в системный кровоток. Это первое. Второе, она производится в условиях оксигенации. Это два принципиальных момента. То, что касается изолированной химиоинфузии, мы перевязываем полностью конечность. Утечка мелфолана ноль всегда. Нет утечки. Это главное преимущество. То есть нет системной токсичности, которая, как часто бывает при гипертермической химиоперфузии. И второй момент, это то, что циркуляция мелфолана производится в условиях абсолютной гипоксии. За счет этого считается, что эффект значительно выше, чем при гипертермической химиоперфузии. Именно поэтому те ученые в центре в Австралии, они не позиционируют это как, скажем так, такую же технологию. Это другая технология, принципиально другая, но она намного более простая. У нее есть свои преимущества и недостатки. И я ни в коем мере не говорил о гипертермической химиоперфузии. Это не моя тема. Я говорил о химиоинфузии как технологии рентгенохирургического лечения. Именно о ней я и говорил, что перспективным представляется вообще ее внедрение в Россию. Вообще внедрение, которого нет. И второе, использование в сочетании с иммунотерапией. Вот все, что я сказал. Прекрасно. Вот как раз сочетание с системной современной терапией, это, наверное, и есть ключ. Безусловно. Я поэтому вот в заключении озвучил. Спасибо, Миша Павлович. Коллеги, если позволите, небольшой комментарий в сторону перфузии, инфузии. Ведь по факту получается так, что эти люди приходят к перфузии, инфузии после неуспеха системного лечения. Никто не начнет свой путь с перфузией или с инфузией. Это люди, которые уже не ответили на иммунотерапию, на стандартные варианты лечения. Мы в своем учреждении время от времени, один, иногда два раза в месяц, имеем пациентов, которые проходят такую процедуру. До сих пор я имею в виду перфузию, конечно. При этом период наблюдения 6-12 месяцев без признаков прогрессирования с регрессом, он есть. Да, было показано неоднократно, что это не влияет на общую выживаемость. Но качество жизни у людей, у которых вдруг перестали появляться метастазы в ноге, это тоже важная история. Поэтому я поддержу Павла Васильевича, что все-таки инфузионные техники, вообще локальное лечение, оно может давать серьезный выигрыш для наших пациентов с точки зрения качества жизни и, возможно, даже увеличения продолжительности жизни без метастазов. И еще один вопрос, если позволите, в отношении радиоэмболизации. Опять-таки, поддерживая тренды, которые приходят пациенты на прием и задают вопрос, все-таки почему мне будут выполнять микроволновую абляцию или криоабляцию, нет ли преимущества в отношении радиоэмболизации перед химиоэмболизацией? Да, спасибо большое. Я, на самом деле, не случайно не показал радиоэмболизацию, потому что о нем, мы будем говорить завтра, на секции, посвященной ювиальной меланоме. Вот там как раз-таки эта технология будет много озвучиваться, о нем будем говорить. Дело в том, что, как я показал, химиоэмболизация, эмболизация изолированных метастазов меланомы кожи в печени – это казуистика. Крайне редко бывает изолированное поражение печени при метастазах, ну, в смысле, при меланоме кожи. А вот при меланоме сетчатки половина, 50% пациентов – это изолированное метастатическое поражение печени. А в 90% – liver dominant disease, ну, это, я имею в виду, при метастатической меланоме сетчатки. Так вот, там радиоэмболизация, она активно исследуется, является методом выбора, потому что показанием к радиоэмболизации одним из основных является изолированное поражение печени. То есть, и мы завтра постараемся об этом рассказать. Ну, вот, наверное, так. Спасибо большое, Павел Васильевич. Спасибо большое, мы очень любили время на дискуссию. Спасибо.